На Украине 15 января объявлен днём траура. Страна скорбит по погибшим в ходе военных действий в Донбассе. Как заявил президент Украины Пётр Порошенко, в первую очередь почтят память 12 мирных жителей, которые стали жертвами обстрела пассажирского автобуса под Донецком. Перестрелки в районе местного аэропорта, одного из важнейших стратегических объектов военного конфликта, не стихают уже третьи сутки. С последними сводками с Украины Валерий Кипелов. Конца войны на востоке Украины не видно. Президент Пётр Порошенко в ходе заседания Совета безопасности подписал указ об очередном раунде мобилизации. В наступившем году она пройдёт в три этапа. Ряды армии, как и в предыдущие призывы, пополнят годные к службе по состоянию здоровья и стоящие на учёте мужчины. Украинский президент также заявил, что спецслужбы соседнего государства планируют препятствовать украинской мобилизации войск. В Кабинете министров тем временем обратились к западным странам с просьбой признать так называемые Народные республики Донецка и Луганска террористическими организациями и продолжить политику ограничительных санкций в отношении России. Правительство Украины призывает международные организации, наших западных партнёров на официальном уровне признать организации ДНР и ЛНР террористическими, принять соответствующие правовые меры и отреагировать на действия этих бандитских группировок, прикрываемых Российской Федерацией. Заявление Яценюка прозвучало на фоне вчерашней трагедии в пригороде Донецка в посёлке Волноваха, где в результате обстрела пассажирского автобуса погибли 12 человек. Киев утверждает, что за атакой стоят пророссийские сепаратисты. Так называемые ополченцы, в свою очередь, винят в трагедии официальные украинские власти. А министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал мировое сообщество к независимому расследованию инцидента. Кстати, все 15 членов Совета безопасности ООН в совместном заявлении единогласно поддержали проведение такого расследования. Надежда ещё не потеряна. С ободряющим заявлением выступила сегодня канцлер Германии. Ангела Меркель допустила возможность встречи в нормандском формате, то есть в составе Украина, Россия, Франция и ФРГ. Но только в том случае, если переговоры будут иметь хоть какой-то смысл. Напомним, заседание в Астане, которое должно было состояться 15 января, сорвано в связи с отсутствием прогресса. В НАТО сегодня вновь призвали стороны конфликта на Украине прекратить огонь и вернуться к выполнению минских договорённостей. Генсек Столтенберг, находясь с рабочим визитом в Берлине, также высказался по поводу перспектив вступления Украины в Североатлантический военный альянс. Мы обязательно будем рассматривать и оценивать заявку Украины на вступление в нашу организацию, в таком же порядке, как и в случае с любой другой страной. Это означает, что Украина должна будет соответствовать определённым стандартам, требуемым уставам НАТО, а именно быть открытым демократическим обществом, заинтересованным в укреплении европейской стабильности и безопасности. Власти Украины ранее подчёркивали, что до подачи заявки на членство им потребуется какое-то время. Так что, как только мы эту заявку получим, мы приступим к её рассмотрению. Обстрелы жилых кварталов в районе Донецкого аэропорта тем временем не стихают. В среду артиллерийским огнём убит минимум один мирный житель. С какой стороны прилетел смертоносный снаряд, пока выяснить не представляется возможным. Завтра, 15 января, на всей территории Украины объявлен траур по погибшим в Волновахе гражданам.